здравствуйте друзья сейчас я хочу предложить вашему вниманию обзор камеры экшен олимпус киджи трекер который я приобрел для себя это экшен камера предназначена для экстремалов посмотрите вот она на такой рукоятке очень интересно выглядит экран откидывается только вот в таком положении не больше экран очень маленький сверху над объективом находится фонарь очень хорошо светит можно в пещерах залезать камера снимает под водой до 30 метров есть насадка специально для съемок под водой но она в общем сказать я думаю что он и с этой будет я взял эту камеру потому что в общем сказать она не боится ни грязи ни воды не пыли очень компактная умещается в карман сейчас вы это увидите с камерой поставляется вот такая рукоятка прикольная очень пистолет напоминает вот смотрите рукоятка прикрепляется стандартным разъемом можно вешать на любой штатив и на стандартную сэлфи китайского производства пожалуйста сейчас вы это увидите камера обладает gps вот вы видите компактность она легко вмещается на ладони трекер почему трекер потому что там есть gps модуль вы видите разъем стандартный металлический кстати очень крепкий на задней панели вот такая крышечка герметичная открывается под крышечкой аккумулятор hdmi micro и micro sd карта и разъем для зарядки сверху вот простейшее меню красная кнопка для записи стрелочки это не зум зума там нет вот здесь видно компас высотомер есть указатель азимута для туристов вот он это угол наклона показывает и высотомер дальше я тестирую его на природе уже камера будет самого устройства как работают в камере зум сейчас у меня сэлфи палка вот так работает зум сейчас завершающий этап моего испытания первой камеры боевого я прошел 5 километров она практически все это время снимала мне было интересно выдержит батарейка это примерно около часа чуть больше я думаю вот надо сказать что батарейка выдержала я снимал в разных режимах сейчас я снимаю в режиме 4k это максимальное разрешение мне кажется самый лучший режим батарейка показывает устойчивость камера должна быть ну она выдерживает погружение в воду на 30 метров из для экстремальных условий понятно что ветропыль защищенная вот то есть как раз для меня на байдарке можно плавать с ней не опасаясь что она утонет ну смысле если утонет ее надо вылавливать в общем с ней ничего не произойдет вот звук скоро я узнаю качество звука ну на звук у меня есть микрофон вот а так вот для того чтобы снимать в различных условиях поле я думаю что она для этого и покупалась очень хорошо вот немножечко напрягает конечно то что у нее угол обзора 204 градуса это очень сильно искажает изображение вы это замечаете что как будто изображение в самоваре но я попробую поэкспериментировать может быть можно будет найти какой-то фильтр который выпрямляет такое изображение но сейчас я хочу продемонстрировать еще съемка с интервалами это каждый кадр делается один кадр в 5 секунд в настоящий момент вот вы видите есть возможность полсекунды 1 2 3 ну вы видите секунды то есть в течение одной минуты можно буквально сутки и больше растянуть теоретически там распускается цветок и так далее и есть съемка еще 240 кадров в секунду режим посмотрите это как раз и ну спортивные соревнования какие-нибудь там прыжки в воду вот кто-нибудь разгоняется и прыгает в воду брызги летят и так далее вот видите да сейчас еще будет кадр такой же вот медленно то есть как бы 240 кадров в секунду вмещается соответственно одной секунде 4 секунды насколько понимаю вот так и капелька к папа попадает вот смотрите вот ну нужно сказать здесь повышенная яркость потому что ну потому что нужно повышенная яркость для того чтобы вот это снимать то есть это на солнечной погоде где-нибудь вот на природе кто-то самок катится и падает прямо в камеру там и так далее вот такие штуки собачка бежит ну посмотрите и какие-то физические процессы тоже можно снимать вот в таком режиме ну вот коротко вы посмотрели обзор это этой камеры ее функции ее возможностей ну то что я сумму смог выцепить надеюсь что будет кому-то полезно для определения решения очень напрягает вот рыбий глаз конечно с одной стороны это хорошо с другой стороны это ну как бы напрягает вот но есть функции которые вот можно и нужно использовать и они классные вот так и 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 вот так